здравствуйте друзья мы возвращаемся с экстренной поездки за покупками у нас кончился чай вот анна леонидовна вам покажет коробку чая который мы пьем сотрудники наш пьет у нас для студентов мы в костке берем большой такой ящик вот а здесь мы просто так в русском магазине подгребаем вот я показываю не знаю чего вам видно ну что видно то и видно вот а еще у нас есть сладкие штучки покажите слой да у нас мы целый ящик купили принц пол это фактически вот как шоколадно-вафельный тортик такие кусочки шоколадно-вафельного тортика не такие мягенькие не жесткие единственное что мы обычно покупали желтые сегодня купили зеленые и теперь думаем почему они зеленые может они ментоловые какие непонятно так покажите хлеб а то люди дискуссия с хлебом год хлеба нет городинский хлеб бородинский но это местного изготовления кто его делает made in usa написано я без очков не вижу сейчас скажем да внизу там написано тут калифорния резида это что-то город резида есть такой город хорошо значит с хлебом мы разобрались что у нас тут сырок сырок но это не знаете не такой чтобы там у подъезда или там день на троих разломить нет это такой более серьезный копчененький такой сырок в общем друзья началось то все с того что чай кончился знаете как всегда бывает там кончился дать как поменял галстук потом надо рубашку рубашки менять костюмы менять машину квартиру жену и все в общем и вот так вот и вот у нас такой случай жена это святое вот но сырок там копчененький там это был анекдот такой про мужика который в магазин пришел и купил все вплоть до моторной лодки там катер там еще что-то удочки целое снаряжение но и менеджер ему говорит потом этого продавца вызывает к себе говорит слушай ну ты молодец говорит я впечатлен как-то ты мужику впарил это все говорит да он вообще за прокладками приходил у него у жены критические дни так я ему сказал что ты же не целую неделю сделать будешь вот и продал ему для отпуска ну да иди пока вот рыбку полови ну да неприличный анекдот можно вырезать не почему будет значит у нас вообще в жизни происходит кроме того что мы ходим в русский магазин занятость опять повышенная да у нас надо сказать что кадровые там идут перемены значит анастасия наша кишиневская которая пять лет у нас проработала даже больше уже да вот они переезжают в орегон семьей поэтому мы в общем искали человека вроде нашли так девочку хорошую скоро она заступит буквально когда через пару недель в июле точно а у нас каникулы сейчас будут да у нас будут каникулы как и когда мы выйдем из каникул это будет 11 июля 11 июля она как раз и заступит мы вас с ней познакомим вот и у нас еще одна есть новенькая да наталья мы еще ни разу не показывали не показывали нет она как-то скрытная какая-то наталья она отказывается или вы не предлагали как-то дни не дошли руки нет общительная такая женщина да много лет в тестировании работал лет 13 15 до такая матерая тестировщица вот ну так что у нас какие-то такие изменения плюс мы сейчас делаем всякие процедуры которые нужно 1 5 лет делать чтобы подтверждать там всякие лайсенсы там шмайсенсы и так далее вот и это не то чтобы сложно но время занимает трудоемко трудоемко да то есть надо файлы размножать отправлять там есть организация которая проверки проводит значит надо размножить им отправить они как вот это давайте то давайте мы снова отправляем поэтому бегать немного у нас на самом деле работа тоже хватает и не то чтобы у нас люди болтались без дела и тут еще вот такая как бы дополнительная нагрузка поэтому друзья без чаю это никак нельзя это он у нас уже давно кончился на прошлой неделе зачем вы это все рассказываете на публике вот в общем не кончился пару дней назад но возвращаясь к теме занятости мы просто не в состоянии были сходить за чаем у нас просто времени не было вот поэтому такая странная ситуация возникала и тут у меня перерыв небольшой был вот где-то минут 50-40 там дают мы у меня через 20 минут уже опойт мы мы еще не доехали и вы думаем надо или сейчас или это должны никогда вообще непонятно когда дай мы сорвались да так что-то солнышко светит в объектив то есть как-то мне не нравится это получается больше на меня пусть будет вот не то что мой образ как-то мало мало знаком да я думаю знаешь что я думаю я думаю что люди смотрят на меня и спрашивают себя вот давай так что они спрашивают я думаю они смотрят на вас и думаю боже какой мужчина надо его послушать что же он там рассказывает нет это вы просто так обобщенно высказываетесь а конкретно и может быть я сегодня не такой как всегда жилетка новая вот вот это то что люди смотрят играть смотри гать этот самый как его куркуль значит же новую жилетку себе завел да это пойти друзья жарко летом поэтому эта жилетка она как бы такая летняя а расскажите как вам по функционалу это сеточка это просто сеточка и на ней карманы вот вы фактически это у меня такое расширение моих карманных возможностей слушай как-то я мудро сказал почти как по-научному там вам еще мудро сказали про жилетку расскажите народу а про жилетку мне год теперь я понимаю почему михаил любит жилетки я говорю вот карманы ведь нет чтобы народ мог чтобы было куда народу поплакаться вот друзья у меня я хочу сказать что в эту жилетку поплакаться невозможно она для рыбалки такая значит через нее не проходит ничего наоборот влагоустойчиво через нее все проходит в общем она такая видите дырявенькая все ладно пошли нести чай и остальные вкусности в трудовой коллектив чего и вам желаем счастливо